Доброго времени суток, уважаемые любители кофе! Приветствую вас на канале Кофеварка. Мы с вами продолжаем тестирование капсульной кофемашины Неспрессо Де Лонги. Сегодня вашему вниманию представляется тест-кофе Робуста, производителя Кончон Ванг. Это вьетнамский кофе, который нам привезли в подарок. Мы его решили протестировать. Мы уже провели тестирование этого напитка в пластиковой капсуле Алиэкспресс многоразовой. Вот такая капсула. В предыдущем видео вы можете ознакомиться, как это было. Что мы сделали? Кое-вывод, что кофе у нас получился слабонасыщенный, как и практически во всех тестах Алиэкспресс. Но объем жидкости, обратный, который не попал, не прошел через капсулю, был абсолютно минимален. Это, конечно, не удивительно, но, тем не менее, это дает представление в общем о том, как этот кофе готовится. Сегодня мы с вами будем делать капучино в объеме лунга. Уже в пластиковой капсуле, которую мы сами заправили. Объем готовим лунга и фольга 10 микрон в данном случае. Обратите внимание, что процесс приготовления, я бы сказал, не сильно отличается от того, как готовился в капсуле Алиэкспресс. Вот. Ну, посмотрим, какой объем пройдет здесь, имеется в виду чашку. Вот. И, видите, здесь пенка более такая, насыщенная, чем в предыдущем случае. Вот. Ну, а объем лунга практически полностью прошел. То есть, тут плюс-минус. Нужно сказать, что хорошо. Объем хороший прошел. Да, вкус стал интереснее и более насыщенный. Вот. Объем пенки такой хороший. В общем-то, ну, приятный кофе. И следует еще сказать, что в данном случае, что здесь хочу отметить, что насыщение лучше, то есть вкусовые качества. Кофе не горький, не противный, то есть вполне такой, ну, замечательный напиток. Для любителей какой-нибудь кислинки или больше горечи, нужно другой сорт использовать. Ну, либо готовить как-то в объеме меньшем, либо в турке большее количество кофе туда ложить. Ну, а в целом, как бы, оставляет приятное послевкусие, ну, такой, я бы называл его нежный напиток, какой этот получился. Итак, давайте посмотрим, какой объем. Если вы помните, в капсуле Алиэкспресс там был практически минимальный. Вот так пробилась фольга, то есть достаточно хорошо. Ну, пластиковые капсули сзади тут, ну, практически отсутствуют какие-либо отверстия. Так, дальше. Поговорим об объеме, который не прошел. Вот, он присутствует в большем количестве, но, опять же, посмотрите, это, ну, очень небольшой объем, очень небольшой. Поэтому, можно сделать вывод, что... Вот. То есть, помол хороший, и объем маленький получается, тот, который не попадает в капсулу. Поэтому, общее заключение для данного сорта. Этот напиток Robusto ну, приятный по вкусу, хорошо готовится в капсулах, перезаправляемых в аппарате Алиэкспрессо. В общем, я вам его могу рекомендовать, особенно любителям именно Robusto. На этом наше тестирование окончено. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok